Дамы и господа, всем доброго дня, утро, вечера, ночи, когда вы смотрите эту лекцию. Мы продолжаем изучение методов обработки естественного языка и сегодня поговорим о переносе знаний или же о transfer learning. Конечно, в приложении KNLP. Итак, сегодня в меню. Для начала рассмотрение OpenAid Transformer, который продолжает идеи трансформера, которую мы рассмотрели на предыдущей лекции, но также привносит еще несколько полезных методов, идей и вообще способов постановки задачи, которые пригодятся вам в дальнейшем и которые используются во многих дальнейшем рассматриваемых подходах. Затем мы поговорим об Elm, который позволяет строить более информативные эмбеддинги для представления слов на основании окружающего их контекста. И да, название является некоторым роде отсылкой на одноименного персонажа улицы Сезам. Затем поговорим о Бертах, о модели Берт, которая также является некоторым роде отсылкой на одноименного персонажа и в целом является основой огромного количества прикладных решений на основании методов NLP сейчас. Даже в поиске Гугла поисковый запрос обрабатывается, например, Бертом. И огромное количество других задач также решается с его помощью. И в конце поговорим про State of the Art подходы 2019 и 2020 года, соответственно, GPT-2 и GPT-3. Модели от OpenAI, которые выделяются не только отменным качеством работы на многих задачах, но еще и огромными размерами. GPT-2 занимает полтора миллиарда параметров, а GPT-3, ну, это будет маленькая, скажем так, интрига до того момента, как вы это найдете в интернете или дождетесь части лекции, посвященной GPT-3. Итак, поехали. Начнем мы с красивой картинки, на которую видим те модели, с которыми нам либо предстоит столкнуться, либо мы уже с ними столкнулись. Почему трансформеры визуализируются таким образом, мы уже обсуждали, отсылка к определенным кивинам вселенной. Берт Элма, отсылают нас культ сезам, Оиламфит, еще одна модель, которая не будет рассмотрена в сегодняшней лекции, но, тем не менее, достаточно интересно. Почему-то визуализируется в виде куки-монстра, это уже, скажем так, оставим вопрос на откуп автору, который краски и предложил эту иллюстрацию. Да, замечательные иллюстрации во многом, опять же, базируются на блоге Джей Аламара, так что, если вы хотите получить еще одностороннее представление о том, что вообще происходит, и прочитать это в виде текста, крайне рекомендую к прочтению, замечательный блог и очень классные иллюстрации. Начинаем мы с OpenAI трансформера, где зададимся вопросом, а чем простой трансформер был плох? Ну, на самом деле, он не то, что плох, но он решал задачу, в первую очередь, машинного перевода. Перевода данных из одного представления, допустим, в исконном языке, в другое представление в целевом языке. OpenAI трансформер уже фокусируется на моделировании языка, он пытается быть language model, задачей языкового моделирования, и предсказывать следующее слово на основании предыдущего контекста. Казалось бы, в чем проблема? Проблем, на самом деле, и правда нет. Можно взять только декодер, потому что энкодер нам не нужен, мы ничего не кодируем, только предсказываем текст, и научить его предсказывать следующее слово. Тут возникает другой вопрос, а зачем, если у нас уже есть замечательные модели, которые неплохо это делают? Вы это видели на собственном опыте, и, я думаю, убедились, что генерировать что-то похожее на поэзию можно вполне себе неплохо. Почему же LSTM нас не так сильно устраивает, а хочется использовать трансформер? Тут есть сразу несколько идей. Во-первых, потому что трансформер быстрее и лучше обуславливается на весь контекст за счет краски использования self-attention, а во-вторых, потому что не только лишь идея взять декодер и больше ничего не делать представлена в этой работе. Основная задача — это научиться порождать некоторое информативное представление для всего текста на основании какого-то предобучения, которое потом может быть использовано где-то в других задачах. То есть, по сути, хочется сделать некоторую в некотором роде что-то вроде бэкбона в компьютерном зрении, где мы берем, предобучаем какую-нибудь модельку типа реснета на огромных датсетах, затем забираем первые N слоев, используем их как некоторый фич-экстрактор, штуку, которая извлекает нам признаки из наших изображений, к ним приделываем другой конец, и решаем нужную нам задачу, например, распознавание есть ли на человеке каска или маска или нет. Здесь исследователи пытались решить примерно ту же самую задачу. И в целом им удалось. Во-первых, как можно построить языковую модель, которая может неплохо работать на других задачах? Для начала она должна уметь хорошо описывать весь текст в виде какого-то фиксированного вектора, правильно? Как это делать мы уже знаем. Мы просто-напросто кодируем наш текст в виде какого-то вектора латентного, ввиду того, что на основании этого вектора мы учимся предсказывать следующее слово, он явно должен задержать какую-то информацию, но вдобавок этот вектор фиксированной размерности, поэтому неплохо, скорее всего он пригодится, чтобы допустим решать задачи машинного перевода или что угодно еще, классификацию текстов, спам не спам и так далее. Но, во-вторых, можно добавить еще несколько корректных предположений, тем самым сделав решение задачи значительно лучше. Помимо предсказания следующего слова, следователям предложили решать еще и дополнительные задачи классификации, но которые не требуют дополнительной разметки. Как это можно сделать? Ну, давайте подумаем. Вот у нас есть задачи предсказания следующего слова. Это понятно, мы берем наш текст, добавляем к нему гипотезу о том, что следующее слово будет такое-то, штрафуем модель, добавляем слово, повторяем. Короче, научить нашу модель задачи и классификации решать. Было предложено следующее. Давайте возьмем наш текст и теперь текст наш будет состоять из двух частей, между которыми мы как раз таки поставим некоторый технический токен, который будет различать, что вот эта левая часть, а вот это правая. И давайте будем отвечать на несколько вопросов. Например, а являются ли эти тексты частью единого целого или насколько они похожи или что-нибудь еще. Ну, простой пример, который здесь видно. Мы с вами можем видеть, что вот у нас два текста, текст 1, текст 2 и текст 2, текст 1. Мы можем как раз таки спросить у трансформера, а эти два текста они вообще говоря об одном и том же или нет? Если у нас есть какая-то разметка, то замечательно, если нет, то мы можем, допустим, брать два предложения из одного и того же текста, которые в принципе повествуют об одном и том же. Эта идея в дальнейшем развивается еще и бертом, но идея простая. Давайте не только предсказывать следующее слово, а еще решать какие-то задачи классикации, возможно достаточно простые, но с помощью той же самой модели. Смотрите, все извлечение признаков будет происходить с помощью того же самого декодера, но при этом на основании этих признаков мы, как предсказываем следующее слово, так и пытаемся решить ту или иную задачу классификации. А значит, мы обновляем веса и заставляем нашу модель одинаково хорошо и тексты генерировать, и при этом генерировать какое-то признаковое представление для дальнейшего описания. Причем, обращаю ваше внимание, чтобы это делать, мы можем, допустим, добавить какие-то технические вещи непосредственно в наши данные. Это на самом деле интересный подход. Почему? Потому что до этого мы с вами, как правило, добавляли возможности нашим моделям, нашим методам, меняя архитектуру модели, ее структуру, self-attention, просто attention, рекуррентные связи. Но это же мы можем сделать и на уровне данных. Допустим, данные теперь составляют собой сложную структуру, которая стоит из start-of-sequence токена, потом первый текст, потом какой-то токен разделения, второй текст и так далее. После чего мы скармливаем это все нашей модели. Модель умеет работать с последовательностью, поэтому для нее это не проблема. И задаем какой-то тот или иной вопрос. После чего просим модель ответить на этот вопрос, добучаем ее и так далее. На самом деле в OpenAI-трансформере мы специально это пробежали достаточно быстро. Более детально мы посмотрим на вопрос того, как именно добучать модель на различные задачи, кроме просто предскажу следующее слово, чуть далее на примере Берта. Но я надеюсь, сейчас у вас уже стала появляться мысль, что можно добавлять какие-то другие дополнительные задачи на это предобучение модели, чтобы она работала лучше в дальнейшем. Еще раз, наша цель сейчас это построить некоторую модель, допустим, вот этот самый трансформер, которая может быть предобучена на большом корпусе текстов на той же самой Википедии, а потом использоваться в другой задаче, которая вам нужна. Допустим, классификация отзывов или классификация спам-не-спам или что-нибудь. Или вообще генерация музыки, потому что музыка это тоже последовательность и в принципе ее точно также можно рассматривать как набор каких-то нот или каких-то звуков, после чего взять и обучить на ней модельку. Итак, OpenAI-трансформер дает простую идею. Давайте не только предсказать следующее слово, но и решать задачи классификации в то же самое время при обучении. Что же можно сказать про него? Во-первых, он добился неплохих результатов и является в некотором роде предтечей других подходов, которые мы сегодня рассмотрим. А теперь давайте пойдем, скажем так, по нисходящей направо и поговорим про ELMA. ELMA — это модель, которую так или иначе мы уже упоминали на предыдущих лекциях, возможно, не называя напрямую имени, но идея лежит на поверхности. И идея очень простая. Контекст — это очень важно. Я думаю, вы уже примерно понимаете, о чем речь, но давайте все-таки зададимся вопросом. Вот у нас есть какие-то эмбеддинги для слов, допустим, полученные с помощью того же самого Word2Veka. Они достаточно хороши, они позволяют находить похожие слова, они позволяют отобразить слова в какое-то интересное пространство, его нарисовать и любоваться красивыми кластерами, где лежат слова, допустим, одного смысла или одного языка. Это все замечательно. Но у Word2Veka есть множество проблем, ну и всех Word2Veka-like подходов, которые основаны на общем контексте слова в языке в целом, где оно там встречается. И проблема эта может быть визуализирована достаточно красивой картинкой, точнее даже достаточно забавной картинкой, забавным комиксом, который мы увидим чуть дальше. Итак, гипотеза простая. Давайте дадим возможность нашей модели использовать не только данные о слове в целом, что вот какое-то слово является чем-то, а о слове в данном контексте конкретно. Вы можете сказать, что этим же у нас и занимаются модели, вроде трансформера, они обуславливают слово на всех соседей. Да. Почему бы у нас сразу эмбеддингу не хранить информацию о том, в каком контексте находится слово? Ну, простой пример, амонимия. Слово может находиться в окружении каких-то других слов, которые краски определяют, что оно означает. Ну, простой пример, замок или замок. Если мы это напишем без указания ударения, непонятно, какое слово какое, а из контекста, допустим, понятно. Барон разрушил вражеский замок. Ну, тут понятно, зачем он будет рушить замок, да и, в принципе, слово рушить, словом замок не используется и так далее. Итак, ELMA, как раз таки, эксплуатирует эту идею и пытается привлечь информацию из соседнего, скажем так, контекста, локального контекста к построению эмбеддинга о конкретном слове для каждого отдельного предложения. И, в целом, эта идея была предложена несколько раз в 2018 и даже в 2017 году, и ELMA занимается решением этой краски задачки. А теперь давайте решим маленькую простую задачку. Что же такое ELMA? Потому что, да, это имя, но это еще и аббревиатура. Итак, внимание, вопрос, знатоки. ELMA – это Expected Labor Market Opinion, Electric Light Machine Organization. Enough, let's move on. Хватит этих вопросов в стиле ЧКК. Но вообще говоря, конечно, нет. Это эмбеддинги from language models. И да, в принципе, из названия понятно, что краски. Давайте будем на основании языковых моделей строить эмбеддинги. Итак, еще раз. Нужно нам это, чтобы избавиться от проблемы, когда одно и то же слово может означать разные вещи в различном контексте. Амонимея или в английском языке вообще, допустим, слово stick может означать как палка, так и глагол, так и быть глаголом. Поэтому с этим нужно как-то бороться. Пример мы уже привели, замок или замок. Или вообще, допустим, существительное, вал. Это может быть как девятый вал, как и вал какой-то в механизме и так далее. Как и вал насыпной. Как можно с этим бороться? Ну, давайте вспомним, что умеют делать языковые модели. Они умеют читать текст, получать представление о текущем контексте за счет того, что они его хранят где-то внутри своего скрытого состояния, умеют предсказывать следующее слово. А значит, вот это самое скрытое состояние так или иначе обусловлено на последнее слово и на весь предыдущий контекст. Именно эта идея используется. Давайте будем использовать простую языковую модель, какую-нибудь LSTM, или GRU, или что угодно еще, для того, чтобы моделировать следующее слово на основании предыдущего. И краски скрытое состояние, соответствующее каждому слову, которое было вот на него обусловлено, а на все остальные еще нет, которые впереди. На предыдущей, конечно, да, потому что это было предыдущим шагом. Давайте это скрытое состояние и будем использовать в качестве некоторого эмбайдинга. Казалось бы, мы так уж делали. В чем идея? Идея, на самом деле, реально такая простая. Здесь, разве что, появляется вторая добавочная добрая мысль. А почему бы нам обуславливаться не только на левый контекст, на то, что было сказано перед этим словом, но и на то, что было сказано после этого слова. Ну, допустим, то же самое слово «замок», оно стоит в начале предложения, и слева контекста вообще никакого нет, только справа. Для этого можно просто ввести вторую языковую модель, которая будет заниматься не только предсказанием следующего слова на основании предыдущего, но и предыдущего на основании следующего. Это, в краске, фиолетовая модель, которую видите справа. То есть, по сути, у нас появляется двунаправленная LSTM, или любая, опять же, другая, там, GRU и так далее, просто RNN, которая умеет предсказать следующее слово на основании предыдущих, и, скажем так, предыдущие на основании всех последующих. То есть, она просто читает текст слева направо, справа налево. Для каждого состояния мы получаем какой-то вектор, после чего мы можем их сконкотинировать. Для каждого слова у нас получается два вектора, для состояний левой сети и правой сети. Мы их сконкотинируем между собой и получаем какой-то общий вектор описания. Ну и плюс авторы предлагают использовать еще более красивую идею, а именно давайте это будет многоступенчатая LSTM, то есть вот у нас последовательность обычных эмбеддингов, допустим, ворот у веков. Поверх мы поставили первый LSTM, получили последовательность скрытых состояний. Поверх поставили второй, получили последовательность вторых. Поверх мы можем поставить 3, 4, 5. Чем глубже уходим, тем больше уровень абстракции. И использовать как раз те скрытые стояния, чтобы что-то получить. В оригинальной работе авторы предлагают как раз использовать представления и исходные, то есть просто эмбеддинги, и представление с первого, второго, третьего слоев и так далее, и потом объединять их в какую-то взвешенную сумму. То есть сконкотинировать до каждого слова представления слева и справа обусловленный контекст на определенном уровне, потом умножили на какие-то веса, сложили, получили итоговый вектор, который описывает все, что нам нужно. И да, это работает, это замечательно работает, и это крайне простая и лаконичная идея. Удивительно, что только в 2017 и 2018 году она была предложена и внедрена, скажем так, в огромное количество приложений, хотя та же самая LSTM еще с конца прошлого тысячелетия известна, и в принципе работы по моделированию языка с ее помощью велись достаточно давно. Замечательная статья, допустим, Unreasonable Effectiveness of Recruiting Neural Networks за авторством Карпатова крайне рекомендую к прочтению, она очень классная. Итак, как работает ELMA, я думаю, мы поняли, ELMA еще и хорошо легло, скажем так, в общественное сознание, потому что слово знакомое, и эту самую идею можно эксплуатировать абсолютно везде, потому что теперь мы просто-напросто представляем наше слово в виде, опять же, фиксированного вектора, но на основании всего предыдущего и последующего контекста. То есть теперь уже неоднозначности замок это или замок или стик означает, что палка или является глаголом не стоит. Что ж, что с этим делать дальше? Взять нашу любую задачу, взять ELMA, которая обучена на нужном языке, опять же, нам здесь не нужно никаких вообще разметок, никаких разметчиков, никакой разметки нам не нужно. Берем текст на любом языке, используем его как обучающую выборку, потому что он всегда есть, предсказуем следующее или предыдущее слово. И теперь у нас для нашей задачки есть уже два типа полезных эмбаддингов. Во-первых, мы можем взять какие-нибудь Word2Vecke, нам никто не мешает их использовать, или глав, или любые другие эмбаддинги. Во-вторых, мы можем взять ELMA, прогнать каждый текст в нашей задачке через это самое представление, через эту самую модельку и использовать эти самые вектора, которые можно хоть сконкортинировать с другими эмбаддингами, хоть использовать одиночно, и так далее. После чего мы можем совершенно спокойно решать любую другую задачу. Тут стоит оговориться еще об одной маленькой вещи. Во-первых, ввиду того, что ELMA — это модель дифференцируемая, никто не мешает вам ее точно так же дообучать. Другое дело, что это может требовать некоторого времени, потому что она все-таки большая, двунаправленная, многослойная, рекуррентная структура какая-то, но дообучать вам ее никто не мешает. Тут разве что стоит сказать, ввиду того, что она двунаправленная, если ваш input, скажем так, в реальном времени порождается, но, допустим, вы расшифруете голос на ходу и пытаетесь его как-то обработать уже в виде текста, то двунаправленность здесь не получится, у вас никогда не известен контекст справа, потому что у вас слово за словом появляется только из настоящего в будущее. Что ж, классная, красивая идея, использовать можно везде. Опять же, одна дополнительная ремарка. Если Word2Vec — это просто словарь, который вы можете использовать где угодно, вам достаточно загрузить, и для каждого слова, которое он знает, вы получаете необходимый вектор, то ELMA — это уже модель, которая читает весь текст и дает вам, прочитав весь текст, необходимое представление для данного слова. С одной стороны, она обуславливается на контекст слева-справа и дает хорошие результаты, с другой — она требует ресурсов времени, потому что она работает. Это не кэш-таблица, которая лежит где-то под капотом и ничего, кроме памяти, особо не требует. Ну что ж. Я думаю, с ELMA было более-менее понятно. Замечательная модель, замечательная идея. И эти идеи будут развиты дальше, когда мы перейдем к следующей модели и, на самом деле, гвоздю сегодняшней программы. Ну а правила можно почитать, во-первых, в блоге Allen.nlp и, в принципе, найти как реализацию, так и просто скачать ее уже в готовом виде с того же самого ресурса Hagenface, допустим, PyTorch Transformers и так далее. Ну а теперь мы переходим к главной, наверное, части сегодняшней лекции, а именно BERT, он находится у нас справа, и поговорим о том, что же это такое. Во-первых, здесь уже не будет никаких шарат с тем, что такое BERT — это Bidirectional Encoder Representations from Transformers. И здесь мы видим с вами сразу несколько слов. Во-первых, он явно завязан как-то на трансформер, в отличие от того же самого ELMA. Во-вторых, здесь присутствует слово «encoder», в отличие от OpenAIR Transformer, где был декодер. И в-третьих, мы опять почему-то говорим про двунаправленность и про какие-то представления. Что же делает BERT? На самом деле, BERT решает ту же самую задачу, как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле BERT — это модель, которая позволяет нам получить какое-то информативное представление для наших данных, для нашего текста, причем предобучить его можно на каких-то огромных корпусах текстов, которые нам доступны абсолютно всегда, а дообучать или просто использовать как некоторый фич-экстрактор в любой конкретной задаче, где нам нужно это сделать. И решает он, это как раз таки была общая задача, давайте научимся переносить знания и вообще говоря, заниматься трансферерингом. Узкая задача тоже простая. Здесь как раз таки решается задача A — построение информативных эмбэддингов для слов, как нам писать слово в виде некоторого информативного вектора, который уже обусловлен на контекст, как и было в ELMA. И во-вторых, да, здесь тоже будут решаться как раз таки задачи непосредственно при обучении какой-то классикации, как было в OpenAI Transformer. В принципе, красиво как раз таки картинку с множеством текста, можете поставить на паузу его прочитать, можете открыть слайды в REPA тоже его прочитать, можете увидеть на экране. И здесь как раз таки идет разбиение на две, скажем так, основные, два основных этапа обучения Берта. Во-первых, обучение Берта на какой-то выборке, пускай даже не размеченной, на той же самой задаче языкового моделирования, чтобы он учился извлекать какой-то полезный смысл из наших текстов. Во-вторых, после того, как он был обучен, никто не мешает опять же взять его, прикрутить к нашей задаче в виде некоторого фич-экстрактора и дообучить под конкретную задачу. Как мы делали с Word2Vec, как мы с вами только что сказали можно делать с ELMA, да и на самом деле с любой другой моделью, которая является дифференцируемой. Но интерес представляет не то, что он такой замечательный и дает классные результаты, хотя я крайне рекомендую вам попробовать решить какую-нибудь привычную или непривычную задачку с использованием Берта. Интерес представляет то, особенно в этой лекции, как он это делает. Что ж, давайте поговорим, почему же Берт работает настолько хорошо, что сейчас стал по сути стандартом де-факто и проделал огромное количество Берт уже лайк-моделей типа Роберто, Альберт, там везде есть где-нибудь Берт, ну и так далее. Во-первых, идея простая. Давайте будем на него смотреть именно как на некоторую сущность, которая умеет извлекать данные, после чего передавать их уже к какой-то другой модели, извлекать знания, после чего передавать к другой модели, которая будет решать, допустим, задачи классикации. То есть, по сути, вот на вход у нас пришло какое-то предложение про «Hail Prince, Mayuko Transfer Huge Inheritance», подали Берту, потом подали некоторому классикатору, допустим, той же самой логистической регрессии и решаем спам это или не спам. Ну, вполне себе реальная задачка, и можно сказать, что это напоминает нам как раз таки то, что происходит обычно, ладно, слайд далеко, в Computer Vision. Берт бывает нескольких различных видов, на самом деле вы можете приготовить Берт любого вида, но, скажем так, общепринятых два. Это маленький Берт или Берт Бейс, обычный, в котором не так много энкодеров и не так много параметров, и Берт Лардж, который достаточно велик, несколько, скажем так, когда он был представлен, 2018 год, это была достаточно здоровая модель, одна из наиболее крупных моделей того времени, которые могли себе позволить запустить только крупнейшие компании вроде Гугла, Яндекса, Фейсбука, Твиттера и так далее, потому что далеко не у всех был такой хардвар, там почти полмиллиарда параметров, и сейчас, конечно, есть модели еще больше. И разница между этими двумя моделями, между Берт Бейс и Берт Лардж, на самом деле, почти никакая, всего лишь они различаются количеством параметров и, вообще говоря, сложностью самой сети. Сколько в них энкодеров, сколько в них Self-Tension Head'ов и так далее. Здесь никаких, на самом деле, особых идей на эту тему сказать нельзя, просто взяли энкодер, отрубили от трансформера и затем заставили его работать на благо человечества. Пока что мы просто говорим про технические детали, ничего интересного не происходит. Но основной опрос. Вот наш Берт, он точно также состоит из блока энкодеров, как и энкодер в трансформере, не декодер, как в WPNA и трансформер, а просто только энкодер, и он очень похож по структуре буквально до того, что можно использовать тот же самый слайд. Берем наши исходные слова, которые представили в виде эмбэддингов, теперь вы эти эмбэддинги можете взять как просто из Word2Vec, так и из ELMA, также добавив туда позицию какую-то информацию, пожалуйста, это вы все уже умеете делать. Затем использовать self-tension блок, после чего получаем какие-то промежуточные представления, затем какая-то внутренняя маленькая fast-forward сетка, которая просто преобразует наши данные, и там много этих как раз таки энкодер-блоков, допустим, 12 штук в BERTBASE, 24 в BERTLARGE, ну или сколько угодно вы захотите, если захотите вдруг обучить свой BERT. Но для этого может понадобиться много ресурсов или TPU. В чем же отличие? Пока что это все было непосредственно как в трансформере, но тут можно сразу вспомнить, что в описании BERT было слово bidirectional. А если мы подумаем про то, как работает трансформер и про то, какую задачу мы хотели решать при языковом моделировании, мы хотим обуславливаться на предыдущий контекст при предсказании следующего слова. Вообще говоря, задача языкового моделирования — это что-то, что требует нас не подглядывать в будущее. А если мы вспомним Self-Tension Encoder, то там у нас одновременно доступ вообще ко всему, поэтому языковое моделирование скорее всего работать так хорошо не будет. Поэтому с этим приходится работать как-то по-особенному. Во-первых, BERT предлагает два нововведения. Давайте дадим на вход нашей последовательности еще один отдельный токен, который называется CLS. CLS — у слова classification, и он в краске будет токеном, который говорит, вот на меня, пожалуйста, скидывайте всю информацию, которая может быть полезна при классикации. Вы спросите, погодите, зачем? Ну, вспомним, как представляется вообще информация, когда мы работаем с каким-то трансформером. Вот наша последовательность токенов. Каждый из них является каким-то словом в предложении, каким-то токеном или там необязательно слово «часть» — слово в предложении. После чего мы их обрабатываем self-tension, получаем такую же последовательность из векторов, повторяем это много раз, допустим, 12 или 24 раза в BERT-Large и BERT-BASE и BERT-Large. После чего у нас получается опять последовательность векторов, из которой еще нужно как-то вытащить нужную нам информацию. Объединять их все воедино как-то неинтересно. Если мы хотим с вами как-то классифицировать предложение вместо того, чтобы решать задачу языкового моделирования, то нам нужен какой-то выход, какой-то один из векторов, на который мы всегда сможем смотреть. Решение абсолютно естественное и лаконичное, а давайте у нас будет специальный токен, а значит и специальный вектор будет проходить через весь этот BERT, который будет нести в себе информацию, которая полезна для классификации. Как можем это сделать? Добавляем токен CLS, теперь он точно так же является некоторым вектором, на который все остальное обуславливается через self-attention, он в себя вбирает информацию из всего остального текста, после чего мы можем взять этот самый вектор и использовать его для того, чтобы решать задачи классификации. Примерно так же, как было в OpenAI-трансформере. То есть, теперь у нас есть BERT, который где-то там решает задачу self-attention между словами, пускай считает, и есть отдельный, скажем так, заслонный токен, который просто в себя собирает информацию для классификации. Это полезно и это как раз избавляет нас от проблем, опять же, вариабельного input по длине, короче, перемены длины нашего входного предложения. Но вы спросите, погодите, вот тут один токен остался, а где языковое моделирование и вообще как можно заниматься языковым моделированием, если у нас опять же BERT имеет доступ ко всему контексту левому и правому сразу, потому что это self-attention. Никаких масок мы с вами пока не вводили и говорили, что это именно энкодер, а не декодер из исходного трансформера. Ну, тем не менее, здесь используются короткие идеи того, что давайте-ка будем использовать языковое моделирование и чтобы это сделать, нам понадобятся опять маски. Сегодня отсылки к фильму маска не будет, но тем не менее. Давайте вместо того, чтобы предсказывать следующее слово, будем предсказывать слово, которое было пропущено. Сегодня утром Василий проспал, поэтому он опоздал на «н» и приехал на работу позже обычного. Вот что было на месте пропуска. Ну, скорее всего, автобус, электричка, что-то из общественного транспорта, потому что опоздать на такси как-то сложновато, как наличный автомобиль. Он же, конечно, был опоздать на самолет, но вряд ли он летает на самолете каждый день на работу. Хорошо. Итак, мы можем предсказывать не только слово, которое будет следующим, мы можем предсказывать слово, которое является непосредственно пропущенным в данном тексте. И именно эта идея и используется в BERT. Помимо того, чтобы решать задачу классификации какую-то, на которой можно предобучиться, BERT еще и занимается тем, что предсказывает слово, которое было пропущено. Ну, пример вы видите на экране. Вот наше предложение. Допустим, первый токен у нас будет теперь CLS, потому что на него будет сваливаться информация о том, которая нужна для классификации. И да, вы можете краски его сюда положить, используя вместо некоторого отдельного технического токена, с которого всегда все начинается. он всегда, допустим, на первом месте. И обращаю ваше внимание, если вы вспомните, без позиционного кодинга вы его можете куда угодно поставить, и ничего от этого не поменяется. Но ввиду того, что позиционный кодинг все-таки сохраняет информацию о последовательности слова в исходном предложении, лучше его не ставить на 32 место, потому что так захотелось оставить там, где он стоит обычно на первом месте. Итак, вот наше было предложение. Let's stick to improvisation in this skit. И здесь краски слова stick, то самое слово stick, которое сложно понять в английском языке в отрыве и от контекста к какой части речи она даже относится. После чего мы краски маскируем слово improvisation, и авторы предлагают маскировать порядка 15% слов. После чего у Bertha есть доступ к 85% слов, и его, помимо того, чтобы какую-то задачу классикации возможно решать, просит предсказать, а какое слово стоит на месте маски? Скажи, пожалуйста. То есть он обуславливается с помощью self-intention, опять считая все те же самые query, key, value, вектора, на все, что было вокруг. На маску он обусловиться не может, потому что там нет информации, получает какие-то представления, 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 после чего на выходе с 12-го энкодера, а может быть и со всех остальных как-то объединенных, мы берем вот этот сам векторок, соответствующий именно вот этой маске. Видите? Это один и тот же вектор. Скажем так, это одна и та же последовательность векторов, преобразующихся. Этот вектор соответствует этому слову. Преобразуем с помощью какого-то линейного слоя в множество логитов, покрываем сверху softmax, берем наиболее вероятный вектор и обучаем нашу модель предсказывать то слово, которое было на этом месте. Зачем это нужно? Еще раз, мы с вами теперь учим модель смотреть по сторонам, чтобы понимать контекст, точнее понимать смысл предложения на основании контекста, чтобы использовать контекст, а не само слово. Это наша цель, мы хотим, чтобы модель научилась некоторой, скажем так, задачей языкового моделирования, пускай специфичной, где мы не следующее слово предсказываем, а просто то, что было под маской. То есть пускай понимает на основании контекста, что же здесь конкретно было. Но при этом, помимо этого, мы можем решать и задачи классикации с помощью той же самой модели на том же самом этапе обучения. Вы можете сказать, погодите, вот тут как раз спам, не спам, если у нас есть только википедия, там какую-то разметку надо проводить, тогда это долго-дорого и никто делать так не захочет. Нет. Именно это является второй, скажем так, красивой идеей, которая, будучи абсолютно простой, позволяет добиться просто шикарных результатов. Помимо идеи обучения модели на неразмеченных наборах текстов предсказывать то, что было под маской, то по сути Masked Language Modeling это называется, также решается вторая задача, которая гласит. А давайте-ка будем решать задачи классикации. Допустим, являются ли два предложения, допустим, предложения A и B, последовательными. То есть является ли предложение B продолжением предложения B продолжением предложения A. Ну или, чтобы это было понятнее, посмотрим сразу на экран. Опять, the man потом маска стоит, маску мы никуда не деваем. Went там было, на самом деле, скорее всего, to the store. Потом у нас стоит сепаратор. Сепаратор – это второй технический токен, который в краске будет разделять предложение A и предложение B. После чего стоит просто какое-то второе предложение из нашей обучающей выборки. Причем любое второе предложение. Вы можете взять как следующее предложение из того же самого текста или просто взять предложение, поделить пополам и использовать две половинки, две части. Две последовательства, на самом деле, не обязательно, чтобы это были отдельные предложения. И там стоит второе предложение. После чего вы спрашиваете модель, как раз таки через CLS токен, а скажи, пожалуйста, вот первое и второе предложения, они были последовательны? Они несут один и тот же смысл? Ну, логично предположить, что в предложениях, которые идут друг за другом, контекст сохраняется сквозь них и они, в принципе, связаны. Они несут одну и ту же мысль. Ну, за редкими, конечно, исключениями, где происходит как раз таки переход, не знаю, на новый абзац, где, в принципе, другая мысль или новая глава и так далее. Поэтому, используя такой простой подход, появляется возможность автоматически себе разметить на основании всех, опять же, текстов, которые нам доступны, выборку для задач бинарной классикации. Являются ли два предложения друг и следующим друг за другом или нет. После чего Берт Краски и обучается на задаче, как предсказывать то, что было под маской, так и предсказывать, являются ли два слова последовательными или нет. Итак, небольшая, скажем так, щепотка технических деталей, чтобы было чуть понятнее, как это происходит, а не вот где-то там, оно в библиотеке под капотом. Как предсказывать слово под маской, я думаю, понятно, правильно? У нас есть маска, теперь это просто маска определяет, на каком месте. У нас будет вектор, из которого будем получать логит и потом считать кросс-энтропию, все обновлять. Тут все понятно, ввиду того, что все дифференцируемо, проблем нет. Что делать с классикацией? Чтобы предсказать, как раз является два слова последующими, два предложения следующими друг за другом или нет, мы должны подать на вход нашей модели не только последовательность этих слов, разделенных каким-то сепаратором. Еще там используются две вещи. Во-первых, attention маска, которая позволяет нам считать attention только с теми, кто является, скажем так, несущими информацию. Если у нас какие-то токены типа padding, по какой-то причине опять же мы все доводим до определенной длины, потому что у нас батч большой, то с padding мы считать attention не будем, а зачем это долго, дорого и так далее, нам это не надо. И это именно коротки сохраняет те самые вычислительные ресурсы, которых у нас не так много всегда. И во-вторых, есть сегмент маска, маска сегмента, которая относится уже не к attention, а к тому, что модель видит. Ага, вот все нолики, они соответствуют первому сегменту, первому предложению. Если там два предложения подряд, то там будут нолики, а потом там будут краски-еднички. Еднички будут определять, где именно стоит второе предложение. То есть, если посмотреть на предыдущий слайд, то мы видим с вами внизу sentence a и sentence b, где краски. Сначала будет идти последовательность ноликов, которая соответствует sentence a, после чего будет, скорее всего, нолик в attention маске, потому что для сепаратора считать attention, а толк с него. После чего будут единички для sentence b. Т.е. тем самым мы даем нашей модели априорную разметку, что смотри, вот эта первая часть предложения, вот эта вторая часть предложения, смотри на них, пожалуйста, по отдельности. Окей? Замечательно. И после этого мы с вами совершенно спокойно можем использовать все это, собрав воедино в CLS токене, для классификации, являются ли два предложения следующими друг за другом или нет. Примерно так происходит предобучение BERT моделей BERT и BERT-like моделей. И здесь, наверное, стоит сделать отсылку к замечательной лекции, опять же, Стэнфорда, курса по NLP, где краски. Про это также замечательно рассказывают. И сказать про то, что BERT можно дообучать на любых моделях. Да, конечно, это понятно не только из лекций Стэнфорда, просто хотелось и при нее тоже сказать, чтобы вы сходили на нее и посмотрели. Итак, BERT мы предобучили на предсказании, слово под маской плюс предсказание, являются ли две последовательности следующими друг за другом. После чего мы предполагаем, что эти последовательности, что эта модель на самом деле теперь имеет неплохо работать с последовательствами, извлекать какой-то смысл и ее можно использовать в качестве некоторого краски красивого букбона, как в принципе и задачи компьютерного зрения, чтобы решать другие задачи. И да, я думаю, вы видите очень серьезную аналогию, допустим, всеми же самыми сверточными сеточками, где сверточные слои по большей части занимались какой-то работой по извлечению признаковых, полезных признаковых описаний, по сути извлечению знаний из наших данных, после чего мы сверху прилепляли несколько уже по сути линейных слоев, которые предполагают, что все данные закодированы в необходимых нам признаках, они еще или не независимы, вообще замечательны. И на основании этих самых представлений мы получали только какое-то результирующее представление нашего ответа. Короче, предсказали метку класса, зарплату и так далее. Вот как работает VGG или любая другая ResNet, like или вообще любая другая моделька в компьютере Vision. И вот эту часть краски можно предпочить на задачи просто классификации изображений на том же ImageNet. ImageNet – это огромная база изображений из кучи классов, на которой краски многие бэкбоны, то есть вот эта часть называется бэкбоном, обучаются. Теперь у нас есть то же самое, но для NLP. И здесь на самом деле я чуть-чуть отхожу от слайдов, просто хочу об этом сказать добавочно. И здесь краски кроется очень важный результат. Почему? Потому что с компьютерным зрением было более-менее понятно, как работать, ввиду того, что многие изображения, все изображения, которые являются фотографиями реального мира, они очень серьезно обусловлены на то, откуда пришло это изображение. Они обусловлены на реальный мир. Потому что, в принципе, вы можете себе представить, насколько много можно изображений сгенерировать, даже на просто квадратике, допустим, 256 на 256 пикселей. Там просто огромное количество изображений, которые можно нарисовать, но при этом лишь малая их часть, является осмысленность нашей точки зрения, потому что мы видим только реальный мир. Большая часть изображений для нас будет выглядеть или как шум, или в редких случаях, как какая-то очень психоделичная картинка, где что-то там куда-то переходит, мы видим какую-то структуру, но ничего понять не можем. Затем пришли сверочные сети, которые очень хорошо работали с пространственными красками, структурами из пикселей, научились извлекать оттуда какие-то простые, понятные признаки, вроде здесь какой-то уголок, а здесь палка наклонная, а здесь кружок. Из них собирать еще более интересное, типа здесь морда кота, а здесь человек, а здесь ребенок. После чего они были обучены на огромном числе данных, и вот эти извлекатели признаков, по сути фичи экстрактора, они и есть фичи экстракторы, могут использоваться вообще в любой задаче. Вы можете взять эту модельку и опять же заниматься решением задачи любой. Обучить и предобучить ее на ImageNet, а потом пытаться определить надета ли на человека каска или маска, когда они находятся где-нибудь на рабочем месте, на пример. Ну, просто пример из головы. Поэтому в компьютерном зрении это уже было решено, и именно поэтому результаты были такие классные. Отсюда и истории со стопилотами во многом пошли, потому что если бы нельзя было по-хорошему распознавать то, что находится на экране, на изображении, то вряд ли бы люди пытались запускать беспилотники, потому что это немножко опасно. Так вот, в NLP было очень сильное желание добиться примерно таких же результатов. Оно и понятно. Теперь мы можем тогда использовать все тексты. И здесь уже был, скажем так, многоэтапный процесс. Для начала появились Word-эмбеддинги, которые позволили хотя бы слова представить, предобучив вот эти представления на всех текстах, которые у нас есть. Это было замечательно. Потом появились уже эмбеддинги, которые обуславливаются на контекст, тот же самый ELMA. А потом появились модели типа BERT, которые позволяют не только на одну задачу, но и на много задач сразу предобучиться. Они за счет того, что решают сразу несколько задач, и именно предсказания следующего слова, замаскированного слова. То есть следующее слово не предсказывается. Замаскированного слова. Не является ли два предложения следующими друг за другом, заставляют модель, по сути, извлекать больше знаний из тех же самых данных. И именно поэтому хочется об этом говорить раз за разом, потому что правильная постановка задачи, если вы правильно понимаете, какие еще знания содержатся в этих данных, которые можно оттуда вытащить, позволяют вытащить оттуда больше информации и добиться лучших результатов. Потому что тексты, на которых обучается BERT, они были и 10 лет назад, по большей части. Если взять BERT обычно на собрании каких-нибудь русских или английских классиков, то они были и 20 лет назад, скорее всего. Тексты были, все знания, которые в них есть, было. BERT только научился извлекать это знание за счет правильной постановки задач. И не только BERT и ELMA, и все ResNet-лайк-модели, в принципе, и сверочные сети, и многие другие подходы. Поэтому правильно ставьте задачу, всегда пытайтесь понять, где там еще может быть информация. Информативно ли нам, что зеленый идет за красным в наших конкретных данных или не информативно? Что ж, это была маленькая ремарка, которая, я надеюсь, вызывает у вас понимание и принятие. Если нет, опять же, вы можете поделиться своими отзывами, вопросами, комментариями, дискуссиями. Это тоже очень хорошо. Итак, и возвращаемся обратно. Вот наш BERT, который можно предобучить на нескольких модельках, на нескольких задачках, получив модельку. После чего он берется как тот же сам Backbone и вставляется практически в любую задачу, которая требует работать с текстами. Хотите заниматься как раз спам, не спам? Пожалуйста, берете BERT, вставляете туда. После чего начинаете смотреть только на CLS output, потому что это именно тот output, который нам информативен. И на основании этого самого output решать, спам не спам. Параллельно можете дообучить ваш BERT, если у вас хватает на это ресурсов. Плюсы в том, что BERT, особенно BERT Base, достаточно небольшой, что его даже на ноутбуке можно плюс-минус запустить без GPU. И, в принципе, сверху положив логистическую регрессию, оно будет худо-бедно работать. Есть замечательный Distill BERT, который еще меньше, про него мы сегодня мельком поговорим, а в дальнейшем курсе обсудим его более подробно. Который замечательно работает на вообще локальных девайсах и позволяет очень неплохие результаты получать. Distill, потому что как раз он использует механизм дистилляции, про них мы также будем говорить, но уже ближе к концу блока по URL. Итак, какие же еще бывают задачи? Про классикацию понятно. Есть пара speech-tagging, которые вы уже могли видеть на предыдущем семинаре. И BERT с этим замечательно справляется, потому что, опять же, он обуславливается на весь контекст вокруг, и понять, какой части речи слова, посмотреть на все слова вокруг, может неплохо. BERT даже умеет эти слова худо-бедно предсказывать, не то что определять, какой части речи они принадлежат, если он само слово видит. Также BERT использует для задачи named anti-recognition, например. То есть понять, что вот эта конкретная сущность является чем-то вполне себе осмысленным. Окей. Куча задач. На них всех можно дообучать BERT, может его взять, положить туда, приделать к нему свою модель, начать дообучаться. Причем модель, как правило, может быть просто вообще каниплогистическая регрессия, или многоклассовая логистическая регрессия. А все основное дообучение будет происходить в настройке сначала параметров модели под BERT, потом размораживаем BERT тоже, и начинаем по чуть-чуть с маленькими learning-рейтами обновлять параметры BERT. Но здесь я специально, скажем так, откладываю напоследок задачку кофчинансеринга, про нее мы обязательно тоже поговорим. Очень интересная задача, которая по сути является задачей, на которую тоже очень хочется, для которой очень хочется найти решение. Кофчинансеринга – это задача, которая предполагает, что у нас есть некоторый вопрос, на который мы хотим получить ответ. Вот как вы задаете вопрос другому человеку, хотите получить ответ. Только ответ мы хотим получить от модели. Подробнее мы об этом как раз поговорим на следующей лекции или на следующих лекциях. Но идея такая. У нас есть некоторый текст, как правило, который представляет собой вопрос. И есть два случая. Есть как раз таки текст, который несет в себе ответ, может нести в себе ответ. Это context-based question answering, то есть у нас есть некоторый контекст, в котором возможно находится ответ. А есть просто вопрос и ничего больше нет, допустим, доступ к Википедии. И это open domain question answering, когда у нас, по сути, вопрос отдается в никуда, модель должна не только ответ сгенерировать, но его еще где-то найти, понять, придумать и так далее. Причем context-based работает достаточно неплохо. Это очень вдохновляет, глядя на результаты. И об этом мы обязательно поговорим. Но про него я здесь говорю именно в контексте того, что BERT можно дообучать и для задачи кофчинансеринга тоже. Можете взять его, обучить сначала на одних языковых моделях, на одних языках, просто на текстах в качестве языковой модели и в качестве краски вот этой простой классикации и добучить подо что угодно. Но ввиду того, что многие об этом уже подумали, есть огромное количество BERT уже предобученных и под конкретные задачи тоже. То есть, опять же, на замечательном сайте HaginFace вы можете найти кучу различных предобученных моделей BERT для различных задач для path of speech tagging, name identity recognition, text classification, question answering и кучу всего еще. А также вы можете найти это не только для английского языка, а для многих языков, в том числе и для русского. Для русского, например, огромное количество предобученных BERT есть на сайте команды dpavlov, что в принципе тоже замечательно. Итак, это был BERT, но BERT на самом деле еще знает, чем нас удивить. И давайте посмотрим под капот, обратив внимание на некоторые технические тонкости. Во-первых, BERT это многоступенчатая, скажем так, система, в нем много энкодеров, и мы можем с вами прекрасно понять, что на каждом шаге у нас получается какое-то признаковое описание всех слов, уже обусловленных на всех соседей. Чем глубже мы уходим, окей, не глубже, выше, уходим по BERT от первого до последнего энкодера, тем больше информации в этих описаниях о соседних словах, потому что сначала мы обусловились только, каждое слово обусловлено на каждой остальной поддельности, потом уже на них всех, при условии того, что они были и так обусловлены на все остальные поддельности и так далее. Но здесь можно задаться вопросом, вот у нас есть куча этих векторов, и кого из них использовать? Векторов, в смысле, после каждого энкодера у нас есть последовательность, равная по длине длиннее исхода последовательности из векторов, каждый из которых соответствует слову. Кого из этих векторов использовать, чтобы решать свою задачу? Ну можно сказать, что погодите, у нас много слоев, иначе самое информативное находится в самом конце. Ну хорошо, давайте будем использовать что-то, что находится в самом конце. И результаты будут достаточно неплохие. Можно использовать, например, какую-то статистику сборную по нескольким из них, можно их конкретнировать и так далее. Здесь, как раз, вы видите пример для задачки. NameTint recognition на датасете COLL 2003 года, CONLL. Извините. И мы видим с вами, что качество работы для просто эмбеддингов без каких-либо биртов получается 91, условную попугай с помощью F1 меры, F1 score. Если использовать последний output, то получается почти 95 попугаев, 94,9. Но если использовать не только последний слой, а несколько из них, то получается гораздо лучше. Например, просто сложение всех 12 представлений для Bird Base дает нам скоро уже 95,5 попугаев, что в принципе неплохо. Использование первого до предпоследнего, вообще исключая последний слой, дает уже 95,6. Использование последних четырех сложенных между собой дает 95,9. А если их еще и сконкретнировать, получается вообще 96,1. То есть каждый из этих слоев дает, слоев в смысле выхода из энкодера, дает какое-то полезное информативное представление. И да, это уже во многом похоже на некоторые такие инженерные хаки. А вот как нам эти представления между собой состакать, чтобы получить более эффективное и эффектное представление наших данных? Здесь сразу что можно попытаться несколько интуицию привлечь и подумать, ну чем ближе мы к началу краски, к нижним слайм энкодера или вообще находимся на уровне просто эмбеддингов, тем больше мы смотрим на конкретное слово, а не на контекст в целом. Чем выше мы находимся, чем больше энкодеров мы прошли, тем больше каждый конкретный вектор обусловлен вообще на все, что было. Поэтому если хочется обращать внимание на какие-то простые зависимости, то между словами лучше смотреть, наверное, вниз. Если хочешь смотреть на весь текст в целом, то лучше смотреть на верхние слои. Ну и здесь в краске можем видеть, что конкатенация позволяет повысить скор, а значит конкретные задачи эти представления давали какие-то различные все-таки по полезности знания и объединив их вместе мы смогли добиться каких-то лучших результатов. Опять же, это идея того, что на каждом слое используются какие-то определенные по информативности представления слов. Не нова, она же была и в ELMA. Если вы вспомните, только что мы говорили про то, что у нас несколько слоев наших языковых моделей, потом мы их как-то между собой объединяем с какими-то весами, чтобы получить итоговое представление. Здесь происходит примерно то же самое. И, как обычно, чем ближе мы находимся к слову, тем больше мы на него обусловлены, чем дальше мы от него находимся, тем больше мы смотрим на весь текст, скажем так, через призму этого слова. И почему я вот на это еще так обращаю внимание? Потому что на самом деле слова, а точнее токены, которые подаются на вход моделям типа BERT, тоже достаточно специфичны. Вы уже могли слышать про BPE, byte pairing корень, и это в принципе простая идея. А давайте будем все-таки не слова по отдельности, скажем так, подавать, а побьем их на какие-то смысловые кусочки. Ну, например, на морфемы, если мы так можем сделать. Или просто на какие-то часто встречающиеся подпоследовательности. Тогда туда, скорее всего, падут какие-нибудь приставки, окончание. Если говорить про русский язык, то не допустим. Все приставки типа прибытия и так далее. При. Все приставки отпадут, потому что сама по себе приставка не, ой, простите, приставка при, означает, что куда-то вот при, при что-то. Мы уже можем какой-то смысл извлечь из этой приставки. Если у нас в начале стоит не, некоторое отрицание, то это опять же смысловая единица и слово, допустим, незнание. Слово знание и так может быть понятно. И приставка не достаточно неплохо сразу пристыковывая не к слову незнание. Мы достаточно неплохо понимаем, что здесь уже не знание, не просто отвечать за отрицание. Поэтому BERT, как и многие другие модели, используют не слова целиком, а слова, которые как раз-таки порублены на какие-то куски, каким-то механизмом типа BPE, чтобы по-краске собрать в отдельные токены, часто речащиеся под последовательности символов. И, допустим, здесь мы видим unaffable. Здесь on, off и able — это три краски части, которые являются составными частями слова, которые видите на экране. Вот эти две краски решетки означают, что начало где-то слева и надо все еще сконкционировать между собой, чтобы получить итоговое слово. И эта самая wordpiece модель достаточно неплохо позволяет работать. Тут еще, наверное, стоит сказать, что, во-первых, когда вы поделили слово уже на какие-то кусочки, на какие-то морфемы, ну это не совсем морфемы с точки зрения лингвисты, но тем не менее, то вы можете гораздо лучше теперь решать задачи как раз-таки того же самого пост-теггинга, потому что теперь вы по умолчанию смотрите на слово на уровне чего-то типа морфем. Здесь можно сразу делать ремарк опять же на занятия по пост-теггинг с помощью двунаправленных LSTM. Если смотреть на слово на уровне чаров, то можно извлечь чуть больше информации, чем если смотреть на слово просто на уровне самих слов, то есть последовательность чаров, не разбираясь, что они идут друг за другом. Итак, во-первых, разбиение на части полезно, поэтому, как правило, все модели типа BERT работают именно с wordpiece, с какими-то кусочками слов, с какими-то морфемами. И во-вторых, почему я на это еще обращаю внимание, BERT обучен при условии какой-то токенизации, которая краски вот здесь, допустим, перечислена. Поэтому, чтобы пользоваться предобученной моделью типа BERT, вам нужно использовать и предобученный токенизатор. Вы не можете обучить свой токенизатор, а потом подсунуть его BERT, если этот токенизатор не соответствует адекватно тому токенизатору, на котором он обучался. Поэтому все эти модели, как правило, ходят вместе со своим собственным токенайзером и своими собственными эмбеддингами, на основе которых они работают. То есть взять и поделить слова так вот, тут BERT предобучен на словах целиком, а мне нужно, чтобы он на кусочках слов работал, то тут использовать предобученный BERT для одной ситуации в другом будет крайне нетривиально. Поэтому, просто обращая ваше внимание на это, пожалуйста, будьте с этим осторожны. Ну, а про wordpiece хочется просто показать этот красивый график, где краски можно увидеть среднее распределение DLIN, вот их самых высоких слов. Во-первых, мы с вами видим, что часто встречаются просто-напросто токены из одного символа, но это все знаки пунктуации, это, возможно, какие-то приставки из одной буквы, это, возможно, просто сами по себе чары, потому что иногда они встречаются, ну, все буквы по отдельности, потому что иногда они встречаются по одиночке, ввиду опечаток или просто потому что, ну, многие слова являются однобуквенным. Слово «э», допустим, слово «я» в русском языке. Двухбуквенных поменьше и так далее. Потом вот видим опять краски. Всплеск такой. И потом оно постепенно угасает. Можете видеть, что есть даже какие-то word, кусочки слов длиной порядка десяти, даже двадцати. Что это за кусочки слов? На этой краске редкоупотребимая лексика – это целые слова, которые не удалось побить на части, потому что они состоят из чего-то крайнее, скажем так, они очень специфичные. Ну, что можно представить? Какое-нибудь слово длинное и сложное. Ну, «адронный», оно, конечно, не очень длинное, тут все равно можно отделить хотя бы окончание. Но, например. То есть «header rule». Ну да, неплохо. Особенно на английском языке, если на него посмотреть. Так что мы можем поделить слова на составные кусочки и дальше с ними работать. Окей. Это, наверное, было почти все про BERT. Тут хочется сказать про то, что BERT – это модель, которая во многом понравилась почти всем, кто занимается исследованием в этом мире. И он привлек огромное количество работ, где появились модели, в которых содержит слово BERT, которые работают примерно так же. Ну, наверное, здесь можно выделить «Альберт» и «Роберто», они достаточно неплохие, можете краски поискать по названию, можете перейти по ссылке, которая будет в репозитории. А также хочется сказать про то, что BERT привел к появлению такой достаточно шуточной названной, но вполне себе серьезно существующей науки. Бертология по-русски, где люди занимаются тем, что изучают, а как именно, вообще говоря, BERT работает в различных подзадачах, как они себя ведут, что там в представлениях слов происходит и так далее. Ну и еще можем сказать про BERT, что это была золотая жила для публикации в 2018 году, когда он был представлен, потому что при появлении модели BERT все стали брать BERT, дообучать его под свою конкретную задачу, допустим, в задачу какого-нибудь анализа клинических, анализа медицинских описаний болезней или еще чего-то. Публиковаться на профильных конфах, потому что качество реально становилось лучше, потому что все, что было описано текстом, BERT может обрабатывать достаточно неплохо. И он стал появляться и в каких-то задачах про анализ патентов, и про анализ анализов, анализ медицинских, и много каких-то других. Поэтому BERT просто всколыхнул область и создал огромное количество публикаций, но в том числе и показал, что достаточно многие задачи могут решаться им достаточно хорошо. И, в принципе, заработал такой кредит доверия, который позволяет ему быть стандартным де-факто во многих задачах. Но это просто красивый граф, который, скорее всего, на видео видно плохо, просто потому что тут слишком много слов, но можно поставить на паузу посмотреть или, опять же, слайд доступен в репозитории. Ну а теперь я предлагаю перейти от модели типа BERT и вообще от этого своеобразного гвозди сегодняшней лекции к некоторым очень интересным подходам. Есть небольшая подборочка ссылочек. Вы можете сразу запускать его на ТПУ, на коллабе, если вы хотите. Вы можете запускать его на ГПУ. А в семинаре, который соответствует этой лекции, мы с вами, опять же, поработаем с помощью модели типа BERT с уже знакомой вам задачкой по классикации текстов. Что ж, дополнительные ссылки можно увидеть здесь. Так как их много, они уже вынесены отдельно в слайды, потому что иначе в репозитории просто будет огромное количество и непонятно, что к чему относятся. Но там вы их тоже можете найти. А теперь мы переходим к почти State of the Art подходу GPT-2. Это State of the Art 2 прошлого года. И GPT-3, который был представлен в мае этого года, который, скажем так, перевернул страницу и является на данный момент чем-то сложно вообразимым, скажем так. И для начала давайте поговорим про GPT-2, чтобы понять вообще, что происходит. Итак, GPT-2 это модель, которая занимается, опять же, просто моделированием языка. Это просто language model, которое предсказывает следующее слово на основании предыдущих. И в целом больше там ничего особо не происходит. Вся идея в том, что она это делает очень классно. И я думаю, год назад вы могли слышать про Hype, который поднялся, когда OpenAI, компания, которая представила GPT-2, это их красный символ, когда компания OpenAI заявила, что они не будут публиковать исходники GPT-2 и предобычную модель, потому что, по крайней мере, предобычную модель точно не будут публиковать. На тот момент не сказали. Потому что это слишком опасно для общества и может появиться слишком много фейковых новостей, и людям от этого будет плохо. Ну, как-то потом предобыченные GPT-2 все-таки появились, и как-то вала фейковых новостей не появилось. Так что, пока что все-таки человечество не пришло к этому порогу, по крайней мере, на состоянии год назад. Что сейчас? Сейчас обсудим. Итак, что такое GPT-2? Это опять трансформер, который учится предсказывать просто следующее слово, но при этом у него огромное количество параметров. Полтора миллиарда. Обращаю ваше внимание, у того же самого Берт Лардж было меньше полумиллиарда параметров, то есть здесь их аж полтора. И делал он это достаточно эффективно. Обучался он на страницах Reddit, если мне не изменяет память. В нем почти 8 миллионов страниц было использовано. И было использовано огромное количество ГПУ-часов, которые просто-напросто, скажем так, позволили извлечь всю информацию и влить модель. Да, конечно, говоря про Берт и говоря про GPT-2 и про все остальные огромные модели, мы пока что опустили вопрос регуляризации, что крайне на самом деле важно, потому что полмиллиарда параметров, полтора миллиарда параметров – это огромное количество параметров, и модели будут пытаться переобучиться все то время, когда мы их учим. Просто потому, что у нас данных столько нет, чтобы не дать им переобучиться, имея такие огромные способности к запоминанию информации. Но регуляризация также здесь используется, плюс карастики, то же самое маскирование позволяет нам неплохо увеличить на самом деле обучающую выборку, потому что задачи по предсказанию маскированного слова вы сами можете представить сколько. Сколько слов можно замаскировать во всех возможных текстах. И GPT-2, возвращаясь к GPT-2, хорош еще и тем, что он показывал и показывает отличные результаты на многих задачах, вроде question answering, reading comprehension, когда мы пытаемся сжать текст до краткого представления, просто суммаризация, translation, перевод. Он это делал без преда, без дообучения вообще. То есть он был, по сути, некоторым корочным решением, которое можно взять, да и сейчас он есть, вы можете его найти. Взять, запустить и получить какие-то результаты. Ну и чтобы не быть голословным, вот пример того, как он работает реально на ходу. Допустим, who wrote the book, the origin of species? Ну, просто вопрос в виде текста, который подается на вход модели. Модель отвечает не что-нибудь типа следующей фразы в данном предложении. Модель понимает, что это вопрос и отвечает Чарльз Дарфин. Честно говоря, когда первый раз ты видишь на практике, по крайней мере, особенно тогда, это выглядело как что-то типа, что вообще происходит? То есть контекста не давали, модель сама ответила. Или what is the largest state in the US by landmass? Здесь видите, модель промахнулся, но на самом деле оказалось достаточно близко. И в принципе вопрос достаточно неотривиальный, здесь у нас и аббревиатуры есть, и в принципе достаточно длинный вопрос, ну и так далее. Или другие примеры. Both its sun, speckled shade. Ну, прочитайте, пожалуйста. В целом вопрос made up for the lack of coffee. На самом деле ответ food, но кофе и еда достаточно неплохо подходят в этот контекст, что опять же говорит, что модель не просто видел, скажем так, этот текст, а в принципе понимает более-менее смысл. Поэтому возможно даже хорошо, что на этом примере она неправильно предсказала слово, но при этом попала куда-то очень близко. Едем дальше. Перевод. Подаем на вход предложение на французском и модель переводит его на английский. Вот этот поворот. Причем, опять же, ее не обучали непосредственно задаче перевода. Это классно. Потом на самом деле можно еще добавлять какой-нибудь типа краски в виде текста запрос, что хочу перевод, типа написать это предложение in French, потом предложение в французском, потом in English enter, и она будет так делать. Это уже используется в gpt3, например, чуть других моделей. Это уже называется text in, text out, interface. Короче, интерфейс для тех, кто не хочет писать код. Ну и многие другие, многие другие примеры. Их можно найти краски на сайте OpenAI, опять же, ссылка на конкретные штуки, на конкретные примеры, будет в описании. И вот, что происходило в СМИ, когда краски был презентован gpt2, это прошлый год, 2019. Ну, множество различных, скажем так, мнений о том, что gpt2 является некоторым прорывом, не является некоторым прорывом, с точки зрения того, что это почти искусственный интеллект. Но в целом, можно сказать, что это был как минимум прорыв с точки зрения реализации и обучения такой огромной модели в полтора миллиарда параметров. Ну, в целом, реакция была классная, потому что она привлекла множество новых людей, новых исследователей и вообще людей с горячими глазами в области НЛП. Но мир не стоит на месте, и gpt2, если вы посмотрите на вот эту краску ось, на самом деле не являлся после, скажем так, прохождения некоторой волны хайпа, самой сложной моделью в мире. Допустим, если он был представлен в 2019 году в первой половине, во второй появился Grower Mega от University of Function Washington, в котором тоже полтора миллиарда параметров. А потом Nvidia презентовала вообще свой Megatron, в котором было аж восемь с лишним миллиардов параметров. Ну, и в целом, Nvidia тоже может себе позволить использовать миллионы GPU-часов, чтобы все это дело обучить. На самом деле, на этом графике я бы хотел выделить две вещи. Во-первых, вы можете увидеть, насколько маленькая ELMA, модель ELMA, насколько маленькая она выглядит на фоне всего остального, что происходит. То есть, всего 94 миллиона параметров. Совсем немного. Во-вторых, обычный GPT, первый OpenAI GPT, в нем всего лишь 110 миллионов параметров. Вот BERT LARGE 340, трансформер ELMA уже 465, это уже ELMA, который основан на трансформере. Ну и так далее. И здесь хочется выделить, на самом деле, вторую модель, которую вы можете увидеть в самом нижнем правом углу, который был, а именно вот. Это distil BERT. Это BERT, который был подвергнут, скажем так, процедуре дистилляции, в ходе которой он стал гораздо меньше. В нем вместо 110 миллионов параметров в обычной модели BERT, BERT Base, стало 66. И он почти в полтора раза ускорился относительно него. Именно этой модели мы с вами воспользуемся и на практических занятиях. И, в целом, я вам крайне рекомендую использовать его, если вам нужно где-то поработать с текстом, особенно на простых задачках. Потому что он показывает просто отличные результаты по извлечению смысла из текстов, как раз таки без обучения на этих самых текстах. Плюс он очень маленький, его даже на ноутбуке можно запустить вполне себе эффективно. Что ж, и все бы было ничего. Вот какой-то график, вот distil BERT, 66 миллионов. Так что все движется не только вверх с точки зрения увеличения количества параметров, но и люди пытаются сделать маленькие модели, которые работают хорошо. Но тут приходит май 2020 года, и приходит GPT-3. Да, на этом графике не соблюден масштаб, потому что если бы масштаб соблюдался, то вот эта часть графика была бы просто невиданная, где-то была там внизу. В GPT-3 не полтора миллиарда параметров, как в GPT-2, а 175 миллиардов. 175 миллиардов параметров в одной модели. И на самом деле о нем опубликована даже уже не целая статья, а целая, скажем так, обзорная книжка, наверное, методичка, в которой много страниц, где разбираются различные свойства GPT-3 по отношению к тому, насколько он может хорошо переводить тексты, предсказывать следующие значения, предсказывать следующие слова, заниматься задачей машинного перевода, кофе чинансеринга и так далее. И это достаточно интересно, но особый интерес представляет еще и то, как удалось обучить такую огромную модель, используя, в принципе, методы и ресурсы нынешнего дня. Да, конечно, OpenAI огромный ресурс с точки зрения вычислительных и огромные ресурсы вычислительные и человеческие, потому что там светлейшие умы в области искусственного интеллекта работают. Но, тем не менее, скажем так, это первая компания, которая добилась таких результатов. Также вы можете увидеть краски цитату от Джеффри Хинтона, несколько шутливую, о том, что ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого кроется в модели, в которой будет всего лишь 4,3. миллиарда параметров. Ой, да, 4,3 тысячи миллиард параметров, прошу прощения. Ну а теперь, наверное, хочется сделать еще пару ремарок и выразить пару мыслей на этот счет, также призвать вас, опять же, задуматься над тем, куда движется мир. Здесь, по-моему, вы можете увидеть график с лекцией по НЛП, опять же, курсов в Сэнфорде, последней лекцией по НЛП в 2019 году, на которой была выражена, скажем так, мысль, что судя по текущему, скажем так, развитию систем, которые могут заниматься задачей reading comprehension, вообще говоря, понимать смысл написанного, модели приблизятся к уровню человека, когда они примерно получат 1 триллион параметров. Ну, это, на самом деле, достаточно грубая экстраполяция, потому что, в целом, это график, похожий на какой-то логарифм, скажем так. Здесь дальше она была просто экстраполирована линейно, но, тем не менее, даже если предположить так, то от полутора миллиарда параметров, которые являются крайней точкой на этом графике, мы только что перешли уже к 175 миллиардам и к 1 триллиону это уже достаточно близко, по сути, меньше чем порядок и не различаются. Эта мысль была выражена до того, как появился GPT-3, это 2019 год, поэтому очень интересно послушать, о чем уже скажет, скажем так, скажет профессура замечательного вуза и в этом году, и не только, на самом деле, в Стэнфорда и других вузов тоже. О чем я пытаюсь сказать? Если вам интересна область искусственного интеллекта и конкретно обработки естественного языка, следите за тем, что говорят специалисты в данной области. Они обычно и Twitter ведут, и какие-нибудь блоги пишут и так далее. В принципе, люди все достаточно публичные, активные, и можно много чего интересного от них услышать. Ну, например, Янли Кун тоже ведет Twitter, там можно что-нибудь найти. Помимо того, что он преподает OneIU и занимается классными исследованиями. Окей. Джеффри Хинтон, я думаю, про него говорить излишне. В принципе, один из отцов-основателей всего современного машинного обучения искусственного интеллекта. И теперь, наверное, стоит выразить какие-то мысли на этот счет. Если говорить про GPT-3, это замечательная модель. К сожалению, мало кто на данный момент успел поработать с ней вплотную, хотя, конечно, были такие люди, ввиду того, что open-source, скажем так, эта модель не выкладывается в открытый доступ. Доступ к ней предлагался через API, который краски, заявку, которую можно заполнить на сайте OpenAI. Но мало кто на самом деле получил доступ, особенно из России. Уж по каким причинам, не знаю. Или просто так выпало, или потому что боятся Russian hackers. Или кто у нас там, что все это вытащат откуда-то. Короче, не знаю. Мало кто из России смог получить доступ. Но в целом результаты достаточно настораживающие и ошеломительные. Например, есть история о том, как на одном форуме GPT-3 вел блог порядка двух недель, и большинство людей не верили в то, что это делает не человек. Там были некоторые люди, которые говорили, может, это робот пишут, но их люто минусовали, поэтому большинство людей считали, что это человек. Недавно была история на Reddit, где краски в одном из страдов отвечал на вопросы бот, основанный на GPT-3. После этого его забанили, потому что запрещено так использовать ботов. А люди об этом догадались, потому что он давал ответы развернутые на непростые вопросы буквально за несколько секунд. И в целом вы можете получить доступ к GPT-3 через, скажем так, уже сторонних провайдеров, их так назовем. Допустим, есть нейрофилософ, по-моему, он называет, где краски вам предлагается в текстовой форме пообщаться с GPT-3 и послушать, что он там вам скажет по поводу того, что происходит. В целом GPT-3 вселяет надежду в то, что Natural Language Processing будет развиваться и дальше такими темпами, но возникает вопрос все-таки, а не возникнет ли проблемы с перегрузкой информационных людей, потому что генерировать тексты, которые почти неотличимы от человеческих, а в большинстве случаев вообще неотличимы, он на самом деле уже умеет, по крайней мере, на английском языке. Какие именно приложения для него найдут, вопрос к будущему, но крайне интересно за ним следить. В остальном же вот весь почти тот зоопарк модели, который мы сегодня разобрали. Призываю вас интересоваться, если вас привлекает эта область не только самими лекциями, но и дополнительными материалами, которые вы можете найти как в самих лекциях, так и в любых других местах. Делитесь материалами, если вы нашли что-то интересное с коллегами, друзьями, слушателями курса и так далее. И ссылки на различные модели вы можете найти здесь. Также можете посмотреть на картинку справа, можете увидеть, что здесь есть еще какая-то моделька, даже две модели, которые мы не рассматривали. OLM Fit, которую мы еще не обсуждали сегодня, а также Transformer XL, про который тоже мы сегодня не говорили, но поговорим о нем в дальнейшем. Это некоторая модель, которая позволяет нам работать с контекстом больше длины, чем обычный Transformer, потому что у него на самом деле есть некоторая проблема. Он смотрит на окно фиксированной ширины, потому что у вас Self-Tension смотрит краски на все попарные взаимодействия. В остальном же это была достаточно обзорная, но в то же время несколько вглубь заглядывающая лекция, в которой мы разобрались с вами, классные модели, в особенности ELMA, BERT и GPT. И вывод можно сделать простой. Во-первых, в NLP произошло примерно то же самое, что произошло в Computer Vision при появлении ствердочек нейронных сетей и решении задач на ImageNet. Во-вторых, NLP и CV уже поддались, скажем так, идее Transfer Learning. Вопрос, какой домен будет следующим? То, что он будет, это почти очевидно. Вопрос, каким он будет. В-третьих, правильная постановка задачи приводит к хорошему решению. Поэтому, пожалуйста, пытайтесь формулировать задачу корректно, пытайтесь правильно поставить задачу. Из тех же самых текстов английских классиков или русских классиков, с помощью моделей, которые правильно эксплуатировали, скажем так, структуру данных, удалось извлечь намного больше данных, чем с помощью какого-нибудь подхода типа мешок слов. Данные все, которые были в тексте, они и так там были, мы их с вами как люди видим. Но правильная постановка задачи и, скажем так, формулировка метода, давайте смотреть только на то, что происходит. Давайте смотреть не только на, давайте предсказывать не только слова, но и смотреть на контекст в целом и предсказывать, является ли два предложения следующим друг за другом. Позволили еще добавить информации. И это можно придумать еще десятью разными способами. Особенно это важно, если выработать какую-то прикладную задачу, посмотреть, пожалуйста, да. Ну и в целом всегда задавайтесь вопросом, где еще могут быть информативные какие-то смыслы, которые скрыты в ваших данных. В остальном это была достаточно интенсивная лекция. Спасибо за внимание. Также обратите внимание на практику, где мы с вами непосредственно воспользуемся дистилбертом в задаче классификации текстов, чтобы вы уже увидели на практике, как можно взять его и запустить буквально на ноутбуке. И в целом спасибо за внимание. Дерзайте знать и до новых встреч. Продолжение следует...